Скоро православные христиане отметят самый главный праздник – Светлую Пасху. В Свято-Серафимском мужском монастыре идут последние приготовления к торжеству. Наш монастырь готовится, конечно, в первую очередь это богослужение, это самое главное, потому что богослужение, оно отображает события евангельские, события, которые происходили именно тогда, когда Господь совершил дело спасения. После богослужения ночное, начинается в полночь, с пасхальной заутрени, мы идем крестным ходом вокруг храма с песнопениями, поем стихиры. Потом все стараются причаститься, как правило, все готовятся ко святому причастию, и уже идем потом на общую трапезу, там, где, ну, после Великого поста, уже так, разговляемся, так называемое, мы разговляемся, кушаем пищу, ну, конечно, стараемся так особо не переедать, но вот такое вот утешение, как у нас в монастырях говорят, утешение в виде такой вот праздничного стола. История и судьба Свято-Серафимского мужского монастыря неотрывно связаны с историей Дальнего Востока. С 1906 года здесь находилась домовая церковь при 34-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. В 1925-м церковное здание было передано военным, а в 1996 году в нем случился пожар, и полуразрушенное здание вновь было возвращено обратно верующим. Так, в 2001 году здесь была основана монашеская обитель. За храмом возвышаются сопки, покрытые дубником, как бы закрывая это пространство от остальной части суши, по другую сторону море. Тишину Свято-Серафимской обители в течение дня нарушают два звука – звон колоколов, возвещающий начало церковной молитвы, и звук циркулярки, свидетельствующий о том, что монахи на послушании. В идеале, конечно, человек приходит в монастырь из любви ко Христу, вот, когда вот эта вот любовь к Господу, она его так вот переполняет, что он в других местах уже находиться не может. А в монастыре он может целиком предаться молитве, послушанию, богомыслию. И уже так более… Ну, то есть, монастырь – это такое место. Спастись, конечно, можно и в миру тоже, но в миру есть много все-таки препятствий, которые человеку мешают. Вот, хотя семья, брак – это, конечно, тоже свой путь ко Христу. Вот, но особый путь – это вот путь такой монашеский. Бывают причины такие, знаете, вот человек по каким-то социальным, бытовым, по какой-то неустроенности думает, вот приду в монастырь, мне будет хорошо, мне будет проще. Но если нету основной мотивации – это любовь к Богу. Вот, если человек приходит просто по каким-то таким простым земным каким-то причинам, он долго не задерживается. Для верующих людей пасхальный день наполнен особым смыслом – это праздник Воскресения Иисуса Христа. Они готовятся к этому дню заранее, соблюдают пост, посвящают больше времени молитвам и общению с близкими. И готовят праздничный стол, на котором обязательно присутствуют творожная пасха, куличи и крашеные яйца. Берется молоко, молоко мы свое используем, но с наших коровок делается опара, потом заводится уже тесто, тесто подходит, потом начинаем раскидывать по формам, ну и выпекаем в печке. Процесс такой, скажем так, долгий, долгий, все это не очень быстро делается. Потом выпеченное уже начинаем смазывать, посыпаем посыпкой. В каждом доме символы Пасхи – красное яйцо, творожная пасха и сдобный кулич. Все имеет собственное значение. Например, творожная пасха символизирует гроб, в котором был погребен Господь. То есть смерть и жизнь, потому что Христос был погребен во гробе, там же Он и воскрес. Пасхальный кулич – это домашний вариант Артаса, который должен символизировать собой Христа. А что касается яйца, то из него возникает новая жизнь, так и мир заново родился через воскресение Христова. Дорогие друзья, позвольте всех вас поздравить с наступающим светлым днем, великим днем Пасхи Христовой. Пусть у всех исполняются все желания. Ну а главное, конечно, больше нам веры, которой, к сожалению, бывает, что нам не хватает. Спасибо Господи всех, еще раз поздравляем. Христос в воскресе! Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.